Вдруг в СИЗО, в местах заключения умирает другой кандидат, которого тоже типа патриотом делали. Это Навальный. То, что за Навальным стоит ЦРУ и прочие другие спецслужбы, это уже для всех очевидно, когда это через его эпопею берлинского пациента, когда сразу стало ясно, что это засланный казачок, который должен объединить патриотические силы для того, чтобы разрушить Россию. И вот его смерть, она обычная. В том плане, что вот все эти подпиндосники, они почему-то думают, что если они верно служат своему хозяину, то у них все будет в шоколаде. Ну, посмотрите. Каждый раз под какую-то дату из этой толпы баранов, овец, выбирают жертвенную овцу и приносят ее в жертву. Либо убивают кого-то на день рождения Путина, либо при какой-то другой дате, или вот как Навального убили для раскачки ситуации в предвыборный период в России, в выборную кампанию президента России. Но убили когда? Ровно в день открытия Мюнхенской конференции, когда можно будет иметь сразу большую трибуну и придать этому большую огласку, мировой резонанс получить. И все оппозиционеры, включая и жену Навального, они вышли уже с заготовленными речами. Все СМИ вышли с заготовленными материалами. Навальный, наверное, еще не успел умереть, как эти материалы появились. И тут же Байден выступает, Путин вообще себе позволяет что угодно, я его накажу, я приму меры, там все крутизно. Раскручивается ситуация. Навального убили исключительно в целях того, чтобы раскачать внутреннюю ситуацию внутри России. Редактор субтитров А.Семкин